По ситуации с коронавирусом, как оказалось, у нас сегодня две новости. Хорошая и плохая. Хорошее – это то, что всё стабильно. Вторая новость – всё стабильно плохо. Вирус наступает. Коечный фонд в ковидных стационарах занят практически полностью. Заболеваемость по-прежнему остаётся на высоком уровне. И количество госпитализации по-прежнему остаётся на высоком уровне. И темп госпитализации по-прежнему, как и на прошлой неделе, превышает темп выписки. Показатели суточных госпитализаций в Сегеопосадской районной больнице превышают цифры выписки почти в два раза. Показатель смертности от ковид вырос примерно на 10% по сравнению с августом. Основной причиной коронавирусной инфекции сейчас, как и в июле-июне, когда стартовала третья волна, является всё тот же штамм Дельта. В общем-то, есть информация о том, что прогнозируется уже и четвёртая волна с другим штаммом. Но пока сейчас, на сегодняшний день, по той информации, которую мы имеем, всё-таки повышение заболеваемости со всеми вытекающими последствиями, всё-таки связано со штаммом Дельта. У больных ковид-19 всё чаще возникают тромбоэмболические осложнения. Все пациенты, находящиеся на стационарном лечении со средне-тяжёлыми формами, а иные в стационарные, в общем-то, и не попадают, они превентивно получают соответствующую терапию антикоагулянтную. Тем не менее, у определённого процента пациентов даже на фоне адекватной антикоагулянтной терапии всё-таки регистрируются тромбоэмболические осложнения. И вот это вот характеризует именно отличие болезни, которые мы наблюдаем в рамках третьей волны. Симптомы при заболевании ковидом и ОРВИ в начальной стадии очень похожи. Поэтому при появлении признаков болезни медики не советуют затягивать с вызовом врача на дом. У любого человека, у которого возникли признаки простудного заболевания, сопровождающегося повышением температуры тела и минимальных катарных явлений, нужно рассматривать как течение ковидной инфекции, пока будет не доказано иное. Поэтому стратегии алгоритма правильного поведения заключаются в том, что первый шаг – самоизоляция, второй шаг – вызов врача на дом или вызов скорой медицинской помощи. В любом случае вызов будет обслужен, и пациент как минимум при подтверждении этих критериев, двух или одного из них будет доставлен в приёмное отделение нашего стационара, где, собственно говоря, располагается амбулаторный КТ-центр. Здесь алгоритм действий простой. Дежурная бригада обследует пациента. В рамках обследования проводятся лабораторные исследования, компьютерная томография, берётся мазок. По результатам обследования пациент поступает в стационар или возвращается домой на амбулаторное лечение. Несмотря на рост заболеваемости, темпы вакцинации населения по сравнению с июлем снизились почти в 10 раз. В фокусе внимания и в рамках течения ковидной инфекции, если брать возрастные контингенты населения, то в первую очередь находится, конечно, в фокусе внимания лица пожилого и старческого возраста 65+. Они наиболее уязвимы. И если мы в начале подъёма третьей волны говорили о том, что увеличилась доля лиц молодого возраста и среднего возраста, но она увеличилась по сравнению с первой и второй волной. Но, несмотря на это, и в первую, и в третью волну всё-таки наиболее уязвимой категорией наших граждан являлись лица пожилого и старческого возраста. То есть лица 65+, более 85% всех летальных исходов на фоне течения ковида у лиц 65+, коморбидной патологии. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу жителям Сергея Посадского округа напоминают о необходимости сделать прививку. На вакцинацию или ревакцинацию можно записаться на портале госуслуг либо в поликлинике. Без предварительной записи, как и раньше, прививку можно сделать в мобильных пунктах вакцинации.